В райцентре Алёкминского Улуса население жалуется на грязную воду из-под крана. Причем указывают на это жители не одного-двух квартир или домов, а целого ряда жилищных объектов. По их словам, проблема не сезонная, а постоянная. Ясно, что люди не могут пользоваться такой водой ни в каких целях. Главной причиной называют пришедшую в негодность магистральное водоснабжение города Алёкминска. В проблеме разбиралась моя коллега Елена Фаст. Благоустройство. Еще недавно это была практически неосуществимая мечта – иметь свою квартиру, да еще и благоустроенную. 2017-му, то есть этому, мечта воплотилась у десятков, благо программа переселения начала работать на деле. Но? Опять коварное «но». Магистраль водоснабжения в городе пришла в негодность еще бы год ввода 1987-й. Так же, как и сама система подачи воды в квартиры. Пока в Алёкминске лишь в единичных домах есть двухконтурная подача. То есть вода горячая, вода холодная и система отопления отдельно. Остальные благоустроены условно. Вода то есть, то ее как бы нет. Потому что считать водой странную субстанцию неопределенного цвета и непередаваемого аромата сложно, а тем более использовать ее по назначению. Страшная вода. Как вот такой водой можно? Даже вот работать пол, если мыть, руки заразятся еще чем-нибудь. Зоя Павловна живет как раз в такой квартире всю. Жизнь отработала, как положено. Сейчас она на инвалидности. Передвигается с трудом. Вроде есть все блага. Машинка, автомат, ванна, вода. Только ей не воспользоваться. Я не знаю теперь, как помыться. Я воду эту вообще. Мы покупаем воду, но что это такое? Столько у нас лишних переплат. Пройдены комиссии, пройдены заявления. Толку нет. Это мы пятый год мучаемся. И никто не может нам ни в чем помочь. Куда только мы не писали, где только не звонили. Бесполезно. Ничего. Руки руками разводят. Или вообще молчат даже. Вот это у нас весь микрорайон. Вот такая вот. Вот в кружке вода какая. Как можно вот такой вот? Ну вот посуду даже мыть нельзя же. Буквально напротив этой квартиры ситуация такая же. У нас проживает дефинвалид первой группы. Кажется показать. Ежедневно надо мыться ей. А у нас вода вот такая вот. Открываем кран. У нас вроде и счетчики стоят. И все. Но как человека мыть такой водой? Иногда бывает, что просветление. А так вот. Ждем, что пробежит. Ну что это такое-то? Приходится покупать воду. Бутылированную. Бывает даже включаем специально, чтобы думаем пробежит, почище будет. Нет. По два, по три часа. Оплатим по счетчику. Для чего сейчас ставили счетчики? Тоже непонятный вопрос. Чай без заварки, так скажем. Можно, конечно, погрешить на сам дом и его трубы. Но аналогичная ситуация в достаточно новом доме на улице Кульбертинова. Не радует вода жильцов и в доме нефтяников, как его называют в народе. Здесь она не пугает видом, но сама стройка вызывает сомнения. Слабенькая, без напора. Он, напор, приходит к ночи. Таким образом мы моемся, набираем воду в ковшики, пытаемся детей скупать вот с таким вот набором воды. Кстати, и здесь периодами цветность такая же. Ну вот, то есть эта беда длится уже, сколько мы здесь живем, это так всегда, постоянно. Адресов, откуда поступают звонки, десятки. На передачу хватит, проблема одна. У воды, но без воды. Заменить всю трассу, а она более 4 километров, не под силу не только филиалу Бубжи-КХ. Район тоже не вытянет такую сумму. Вот это выход магистрального водопровода, и он опускается на глубину 2 метра под землю. И в подземном исполнении в виде кольца проходит по улицам города. Длина магистрального водопровода 4 километра 880 погонных метров. Соответственно, состояние его мы сейчас не можем охарактеризовать как-то достаточно стабильной работой, обеспечить тоже. Не можем поднять давление до норматива на возврате из города. Тоже не можем так, как боимся, что может случиться прорыв магистрального водопровода, что в свою очередь может повлечь остановку практически всех котельных, находящихся в зоне действия и подпитках которых осуществляется с магистрального водопровода. Вот так мечты всегда имеют место быть у каждого. У одного о благоустроенной квартире, у второго о воде, а в целом о новой магистрали.